Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Итак, помогите опустить ситуацию и человека, пишите вы. Я бы хотел, чтобы вы запомнили эту фразу, потому что в определенном моменте текстом будет кое-что важное. Поэтому, на что стоит обратить внимание. Полтора года назад я раздалась с парнем, пишите вы. Отношения были очень яркие, теплые и любовь. Расстались из-за глупости, якобы у моего молодого человека закончилось терпение. Измены не было, были только некие упреки в его адрес по уважительной причине и нет. Я очень раскаивалась и просила прощения. Показывала своими действиями, как он мне дорог все это время, но он ни в какую не идет со мной на примирение. Хотя дает о себе знать своими маленькими поступками. Инициатив с его стороны позвонить и написать мне нет, только когда я проявлю инициативу, он может встретиться со мной. Встречи с ним бывают недруческие, интимные отношения и ведет себя как раньше в отношениях, но что-то мешает ему как будто. Чувства свои ко мне отрицает и отношения не хочет, но я чувствую все равно какую-то связь с ним. Очень тянет к этому человеку и очень хотелось бы с ним отношений. Что мне делать? Как действовать, чтобы получить его внимание? Или оно того не стоит? Обратите, пожалуйста, здесь внимание на то, что вначале вы пишете «Помогите опустить ситуацию человека». В конце вы пишете, как действовать, чтобы получить его внимание и что вам очень хочется с ним отношений. Вот мне кажется, что вам нужно для начала все-таки как-то вот определиться для себя, чего же вы хотите. Потому что если хотите расстаться и пережить расставание, мы вам поможем. Если вы хотите гармонизировать отношения, мы вам поможем тоже. Но решить конкретно, что вы хотите, нужно вам. Если вы не можете решить, что вы хотите, если у вас есть вот что-то вроде противоречия такого, то с этим тоже нужно разобраться. Определиться с тем, чего вы хотите, тоже может быть запросом. Тоже может быть запросом. Поэтому я бы сказал, что первоначально или изначально проблематика заключается в том, что вы не знаете, чего хотите. И, на мой взгляд, вам нужно определиться в первую очередь с этим. Если то, что вы описываете является следствием, например, вашей неуверенности в себе, допустим, опять же, то это скорее всего будет проявляться где-то еще. То есть это не будет проявляться только вот в данном аспекте. У этого будут и другие, другие проявления. Вот. Вопрос только в том, какие, да? Вопрос только в том, как будут проявляться подобные, как бы, такие вот звоночки, сигналы того, что вы не уверены в себе. Дальше. Идем. Ага. Значит, полтора года назад я расстался с парнем, с парнем, с пищевой. Расставание – это травма. И, соответственно, поскольку отношения у вас были, как вы сами говорите, достаточно яркие, то для вас это было травматично. Я имею в виду вот расставание с парнем. А значит, скорее всего, травма, у вас травма от расставания, скорее всего, еще присутствует. И что такое травма? Это эмоциональное, определенное эмоциональное изменение человека и психологическое изменение человека. Соответствующим изменением восприятия, то есть, например, после такого расставания, как у вас, вы можете чувствовать, ну, скажем, например, трудности с самооценкой. Вы можете ощущать некоторую тревожность, вы можете чувствовать какие-то страхи, вы можете чувствовать желание там что-то компенсировать и так далее. То есть, травма внешне может проявляться вот примерно, ну, вот таким образом. Вот. Она не всегда проявляется таким образом, но это одно из проявлений. Вот. Расставание, именно расставание, расставание с человеком, это травма. И там и нужно работать. Дальше. Отношения были яркие, теплые, любовь. Хотелось бы немножко подробностей здесь, что значит яркие, теплые, что значит любовь, то есть, что вы в это все вкладываете. Потому что максимально неопределенно вы про это пишете здесь. Расстались из-за глупости. А вот тут обесценивание. Если бы это была действительно глупость, вы бы не расстались. Обесценивание лучший способ поддерживать у себя травматичное состояние. На первый взгляд, это выгода. Типа, я обесценивал и все. Но, проблема не решается. Вот. Ну, это, знаете, как по типу, если бы вы вот получили, например, занозы, да. Ну, вот. Загоняете занозы глубоко, вот. И мажете, как бы, ну, сверху, там, кремом. И кажется, что чуть-чуть заживает. Но, по факту, занозы, она же все равно находится внутри. И пока ее не вытащишь, как бы, проблема не решится. То же самое известно. Обесценивание, обесценивание, это как крем для места, где вы загнали занозу. К сожалению. Поэтому, эээ, необходимо перестать обесценивать и признать, что это ваше. Что это ваше. Якобы у моего благородного человека закончилось терпение. Вот здесь смущает слово якобы, как будто вы не верите ему. С одной стороны. С другой стороны. Если у молодого человека на самом деле кончилось терпение, то возникают вопросы относительно того, а что же это за яркие и теплые отношения были, где закончилось терпение. Может быть, это было страшно? Дальше. Измерений не было. Были только некие упреки в его адрес по уважительной причине и нет. Здесь несколько смущает то, что вы говорите про измену. Вот. Почему вы написали, что измены не было? Никто про измену не говорил. Откуда у вас возникла мысль про измену? Вот. Дальше. Некоторые упреки в его адрес по уважительной причине и нет. А вы осознаете свою субъективную сторону этих упреков? То есть, из каких чувств вы его упрекали? Опять же, обратите внимание, что вы обесцениваете, вы говорите по уважительной причине и нет. То есть, вам свойственно вероятно чувство вины. Дальше. Уже когда, я имею ввиду, уже когда вы чувствовали себя виноваты, когда еще не расстались. Я очень раскаивался и просил прощения. Здесь вот у вас, как раз таки, вина. Показываю своими действиями, как он мне дорог все это время, но ни в какую не идет со мной на примере. Здесь довольно сложная история, потому что то, что вы раскаивались и просили прощения, говорит о вашем чувстве вины. Вот, чувство вины, в свою очередь, говорит о некоторых личностных проблемах. Вот, каких, наверное, сейчас было бы некорректно говорить, да, потому что, ну понятно, что чувство вины не самостоятельная история, это является следствием. Вот, но факт тот, что вам необходима определенная личностная работа, потому что, как бы, раскаиваясь, извиняясь, спрятя прощения, вы, в общем-то, не увеличиваете свою привлекательность и свою ценность в отношениях. То есть, понятно, что если вы сделали что-то против своих ценностей, если вы сделали что-то, что сами же считаете, там, ну, для себя не свойственным, это одно. Но совсем другое, когда вы систематично человека упрекаете, вот, получается, что вам это важно, а потом за это же раскаиваетесь, получается, что вы как бы себя предаете. Это с одной стороны. С другой стороны, и ваши действия, упреки, и действия молодого человека очень, очень сильно напоминают манипуляции. Манипуляции возникают тогда, когда люди находятся не в искренних отношениях. Манипуляции возникают тогда, когда люди боятся искренних отношений, боятся действительно эмоциональной и чувственной близости, к сожалению. Поэтому я повторю свою гипотезу относительно страсти, по крайней мере здесь. Мне кажется, что люди, которые используют манипуляции, я повторюсь, ваш молодой человек, и вы используете манипуляции, ну, про любовь говорить, на мой взгляд, здесь как-то не совсем корректно. Дальше, значит, вот видите, да, вы показывали своими, своими действиями, что нам дорого, до этого вы его упрекали, то есть это, это классическая такая история. Знаете, есть такая игра психологическая, называется Догонялки. Вот когда маленькие дети играют в Догонялки, вы вот, ну, как бы, вбейте в поиск вот эту игру. Вот, я думаю, что она без труда найдется, и вы сможете увидеть то, о чем я говорю. Суть ее заключается в том, что когда люди, люди сближаются, когда люди находятся близко, появляется желание человека оттолкнуть. И когда люди находятся далеко, появляется желание такого человека к себе приблизиться. Но правда в том, что такие люди не бывают по-настоящему близки. Вот, это определенная, определенная психологическая эмоциональная незрелость, как бы, лежит в основе данного феномена. Дальше, что ни в какую не идет на примирение, да? То есть человек, по сути, вам манипулирует. Смотрите, вначале манипулируете им вы, грубо говоря, упрекаю. Дело не в том, что вы его упрекаете, дело не в том, что упрекает это плохо, дело в том, что за упреками скрываются некоторые ваши желания, которые вы игнорируете. Да? Вот, молодой человек терпит, терпит, терпит. Потом, как бы, он сорвет, но он понимает, что все. Вот. И теперь все меняется. Если раньше власть была у вас, вы его упрекали. Теперь власть у него. Он теперь вами управляет. Вот. Подобные игры со властью в отношениях и является одним из признаков манипуляции. Но самое главное, что это не было бы возможным, если бы вы не были изначально готовы отказаться от власти за свою жизнь. И правда в том, что упрекая человека, вы уже передаете ему власть над своей жизнью. Потому что вы говорите, что это ты виноват в том, что вот там, ну, со мной что-то происходит. Ты должен что-то сделать, чтобы там, словно, когда мне было хорошо. Вот. И это дает человеку ощущение, что он важен для вас. Вот. Но если я важен для тебя, если я чувствую, что я обладаю властью над тобой, то зачем мне терпеть твои упреки? Вот. И дальше как бы ситуация развивается следующим образом. Он дает о себе знать маленькими поступками. То есть, зная, что вам он важен, он интуитивно, это все происходит интуитивно. Я не говорю, что это вот какой-то такой специально разработанный план. Нет. Это все происходит абсолютно по наитию. Потому что люди просто по другому отношения строить не умеют. Поэтому не надо думать, что ваш молодой человек, он какой-то плохой. Нет. Вот. Он дает о себе знать маленьким поступкам. Для чего? Для чего? Чтобы быть с вами в отношении, но в максимально удобной ему форме. Инициатив с его стороны позвонить и написать нет. Только когда я проявлю инициативу, он может речь со мной. Понимаете, да? Все как ему удобно. Далее вы пишите, браток, что у вас интимные отношения, это не дружки. То есть, спасите, что человек вам не пользуется. Спасите, что человек пользуется всеми благами отношений, при этом не беря ответственности за отношения. Вот. Ну а вы, в свою очередь, обрадуете тем, что будто ему что-то мешало. Вот. Вы пишите, я чувствую, а чувство свои ко мне отрицает, отношений не хочет. Да, оно ведет себя так, что у вас отношения есть. То есть, вас не отпускает. Я чувствую все равно, какую-то связь с ним очень тянет к этому человеку и хотелось бы в своем отношении. Ну вот. Я бы разобрался с этой вашей тягой и с тем, что вам хочется в своем отношении. Я не уверен, что вам хочется сделать человека счастливым. Я думаю, что вы хотите в этом получить что-то для себя. И ответ скроется в ваших эпитетах, которые вы назвали вначале яркий, теплый любовь. Эта точка вам не хватает в вашей жизни, вероятно. И с этим можете поработать, чтобы это появилось в вашей жизни. А дальше. Что мне делать? Как действовать, чтобы получить его внимание или на того не стоит? Мне кажется, этот вопрос немножко некорректный. Верно? Потому что они предполагают, что так или иначе, вы отталкиваетесь, как бы, от него. От, ну, молодого человека. А отталкиваться, мне кажется, вам нужно от себя. Вот. То, что произошло, стало возможным. Благодаря тому, что вы не очень владеете своей жизнью, вы не очень чувствуете себя, возможно, вы не чувствуете себя полностью как-то раскрывающейся, реализовывающейся и так далее. Вот. И правда в том, что это можно и нужно исправить, чтобы подобные ситуации не возникали. Тогда, может быть, вы и молодого человека упрекать не будете. И просить прощения, унижая себя и тем самым обесценивая, тоже не будете. Вот. Таким образом, бывает возможность себе и молодому человеку выстраивать здоровые отношения. Вот. Я бы, наверное, сказал так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.